17.00. В Москве меня зовут Оксана Кочкина. Давайте этот час вместе проведем. Посольство Российской Федерации в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста. Мы требуем расследовать ночное нападение на депочереждения и обеспечить безопасность нашей делегации. Премьер Украины Гройсман посмотрел на это на все и назвал атаку всего лишь хулиганской выходкой. Не больше. И по его словам усиления охраны не будет. Давайте посмотрим, что он считает хулиганской выходкой. В нападении участвовали 20 человек. Они ночью в час примерно подошли к зданию посольства. Украинские радикалы принесли с собой разрисованную простынь. На ней было написано «Вам здесь не рады». Также парни восхваляли Украину. Их поступок очень европейский, да? Согласитесь. Еще не угрожали. Выборов не будет, скандировали. Посольство должно стать избирательным участком в Киеве завтра. И посмотрите, интересная деталь. Они пригласили с собой корреспондентов сразу нескольких изданий. Тут и фотограф есть, и оператор. На телефоны еще друзья снимают. И в итоге полиция никого из них не задержала. Хотя все это видели. Кстати, обошлась такая атака с салютами. Ну, тысяч в 10 рублей, не больше. В марте радикалы уже нападали на посольство. Фантазии, может быть, ума немного. И в каждый раз они пиротехнику используют. Тогда удалось разбить стекла и несколько машин. Кстати, сейчас они тоже запускали под углом по направлению к стеклам. Сейчас наши дипломаты подготовились как следует. Усилили меры безопасности самостоятельно. Несмотря на то, что Украина сказала, что не будет обеспечивать защиту их. В посольстве установили по периметру дополнительные ограждения. Плюс к этому укрепили забор металлическими листами. А окна, вы видели там, жалюзи из высокопрочной стали. Ранее украинская сторона заявила о том, что не может просто гарантировать безопасность дипломатических учреждений в связи с проведением выборов в Госдуму 18 сентября. Представляете, просто не может гарантировать безопасность. Комментируя это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина обязана это сделать согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях. Но как-то на это замечание, видимо, ничего не нашлось ответить. Сейчас история нападений на российские дипмиссии и представительства на Украине. Давайте вспоминать. 27 августа украинские радикалы напали на представительство Россотрудничества, забросав здание дымовыми шашками. 10 июня не прошло, ну, два месяца всего прошло. Радикалы сорвали прием по случаю Дня России. Он должен был состояться в Генеральном консульстве в Одессе. Они просто заблокировали вход в здание и забросали его яйцами. До этого в марте, кстати, обратите внимание, у них периодичность 2 месяца, и они планируют очередное нападение. В марте этого года в нескольких городах Украины возле российских диппредставительств прошли несколько серий акций, связанных с делом бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко. В марте не только били машины, но даже пытались поджечь здание. Антироссийские акции тогда также прошли около здания генконсульств во Львове и Одессе. МИД направил тогда ноту протеста своим коллегам в МИД Украины, однако она осталась без комментариев. Вообще мы с вами такую закономерность вывели. Каждые 2 месяца у радикально настроенных жителей Украины обострение какое-то. Соответственно, сейчас сентябрь. Кстати, участились они, потому что до этого 27 числа в августе были. Это странно. Но так, если вот эту периодичность мы с вами будем применять, то следующее нападение, соответственно, октябрь-ноябрь, в ноябре должно произойти. Но пиротехника, конечно, это любимое оружие их. Конечно, дымовые шашки они тоже используют, но самое главное это фейерверки. Вообще мы знаем, что салюты, они вообще ассоциируются с чем-то таким очень хорошим. Мы попробовали найти фейерверк, который использовали эти неизвестные 20 молодых людей. Давайте с вами сравним. Он не очень дорогой, где-то 1000 рублей, и залпов у него немного. Смотрите, сначала вот такие одиночные идут. Вот этот конкретный называется V, и стоит 380 гривен, соответственно, где-то 950 рублей. Сначала несколько одиночных зарядов просто, видите? А потом вот такие вот сразу же несколько загорается одновременно. Вот вы можете сравнить одинаковые абсолютно. Зарядов немного. Непонятно, когда начинается это все, но не больше 12. Вот на который мы сейчас смотрим слева, это V-SU-2012, так он и называется. 12 зарядов всего не больше, есть и на 100, и на 180, но тратиться, я так понимаю, украинские радикалы не хотели и приобрели, если честно, один из самых дешевых. Но вы понимаете, судя по названию, фейерверк отечественной украинской местного производства. Продолжение следует...